Это программа «Мой район». Мы говорим о том, где в Москве можно бесплатно поиграть в настольный теннис на свежем воздухе. У нас в студии актриса Юлия Михалкова, и к нашему разговору присоединились знаток игры и тонкостей экипировки Татьяна Козлова и народный артист РСФСР Владимир Носик. Знаменитый исполнитель роли Гены Сысоева в фильме «Самое обаятельное и привлекательное». Татьяна, Владимир Бенедиктович, добрый день. Можно просто Володя. Мне так нравится отчество, Бенедиктович. Да, папочка. Ни одного другого человека с таким отчеством. Вы сыграли в культовом советском фильме «Самое обаятельное и привлекательное». Почему в качестве вида спорта был выбран именно настольный теннис? Так было заложено в сценарий. А вы умели до того, как в кадре появились с ракеткой? Вы играли? Да, я начал играть еще в пионерском лагере. И тогда были ракетки. Напоминали доски. Такие фанера с ручкой. И чуть-чуть наклеены там с точечками резинка. Так это то, что надо. Ну да. А иногда наклеилось. Тогда играли просто вот этими фанерными ракетками. Сколько дублей делали в результате? Там летали шарики? Я не знаю. Там суть заключалась в том, что стояли напротив профессиональные теннисисты, которые нас в общем... Ну они в кадр тоже попадали, но они как бы гасили наши неудачные удары. Понятно. Мы сейчас посмотрим небольшой фрагмент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете, куда? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надя, будешь играть? Ой, Ген, я так соскучилась. Очень. И я. Очень. А Муравьева-то умела играть? Ну так же, как и я. Ага. Но она мудрее была. Ну а вас перед тем, как вот... Вы сказали, что там были профессиональные теннисисты. То есть у вас какой-то был тренинг перед тем, как... Ну да. Дело в том, что меня когда пригласил режиссер, то он утвердил беспроб все. И когда уже подходило время к съемкам, он просто сказал, что будет тренер. Они пригласили тренера по сборной, сборной, ну, РСФСР, юношески. И там договорились, чтобы мы с Ирой ходили, значит, на тренировки. Ну я, Ира там отдельно ходила. Я отдельно ходил. Но я успел сходить на две тренировки. Потому что, когда я пришел, я стал играть. Значит, он посмотрел, вроде бы нормально игра. И он сказал, ну ладно, я тебе принесу на следующую игру хорошую ракетку. Ну там были какие-то такие, я не знаю. И он принес мне на следующую игру хорошую вьетнамскую ракетку. Это тогда считалось шик вообще. У нас прослоечка и все. Такого вот бордового цвета было. Я стал играть. И после, когда принимал мяч, то я подвернул ногу. И мне что-то так болело вроде. Я болел. Я к нему подошел, говорю, вот как-то, к сожалению, не помню имя отчества. Я говорю, вот у меня вот такая ситуация болит. Он так пощупал через обувь. Да говорит, да ладно, играй. У нас это тысячу раз на дню происходит. И я стал играть. Я играл час еще. Тренировался с удовольствием. Все. После вышел домой и чувствую, не могу идти. И я тогда поймал такая машина, каблучок называлась, «Москвич». Да-да. И с такой вот желтого цвета. Я доехал домой, утром просыпаюсь, нога вот такая вот. Я, значит, взял такси, поехал в травмпункт. И в травмпункте мне сделали снимок. И оказался винтообразный перелом со смещением пальцем. Я позвонил этому тренеру и говорю, вы знаете, вот такая ситуация. Я не смогу ходить на тренировки у меня, потому что винтообразный перелом пальца. Была такая внушительная пауза. И он так сказал, говорит, ну ты действительно артист. На моем веку это в первый раз. И после я ходил в гипсе. И вот здесь я играю первый раз, когда мне сняли гипс. Первый день. Это после гипса. То есть там был какой-то график сдвинут съемок в результате? Ну я не знаю. Ну так, в общем, удачно получилось. Но я снимался еще параллельно. Там было две картины. И снимали меня, как сказать, вот так вот, с отсеченной ногой. Вот сцены. Там было так, что... Ну я в гипсе ходил, ничего, без костылей. Ну после этого вообще пропала любовь, да? Нет, я еще какое-то время играл. У нас на даче теннисный стол все погодные стоит. Мы нашли хронику того самого времени, когда вышел фильм «Самый обаятельный и привлекательный». 86-й год. Давайте посмотрим. 30 лет в этом году исполнилось центральному стадиону имени Владимира Ильича Ленина. Все это время он добросовестно несет службу по охране и укреплению здоровья людей. Разве можно было представить сегодня лужники в стороне от праздничных дел? В каждом из его уголков можно было найти себе занятие по душе. Так, прямо под сенью деревьев были установлены столы для пинг-понга.